Минздрав Российской Федерации призвал не делать компьютерную томографию легких без назначения врача. По словам специалистов, КТ не диагностирует коронавирусную инфекцию, а лишь показывает изменения в легких, которые не исключают заражение вирусом. Почему не стоит проходить томографию на всякий случай, выясняла наш корреспондент Наталья Чекет. В последнее время в диагностических отделениях наблюдается ажиотаж. Люди стали чаще проходить компьютерную томографию, не дожидаясь назначения врача, чтобы выявить наличие COVID-19. Для скрининга метод компьютерной томографии не подходит вообще. Скрининг — это выявление каких-то патологических заболеваний при отсутствии клинических проявлений. То есть для скрининга это нет. Скорее всего, это будет норма. А облучение довольно высокое. Для легких форм тоже КТ, собственно говоря, не рекомендуется применять. Специалисты подчеркивают, при КТ выявляется изменение в легких, которые вовсе не означают наличие у пациента коронавирусной инфекции. Например, они могут возникать при других респираторных заболеваниях, в частности при гриппе. Каждый врач строго следует рекомендациям Минздрава РФ по выявлению коронавируса. Поэтому исследования проводят у пациентов при средне-тяжелой и тяжелой форме болезни. Будет исследование пациента с коронавирусной инфекцией. И пациент поступает у нас в ковидный госпиталь. И мы видим диффузное поражение долучной токомии. Компьютерная томография является лишь одним из критериев, который в сумме помогает оценить тяжесть протекания болезни. Анна Поспелова отметила, что рентгеновские исследования, к которым относится и компьютерная томография, связаны с высокой лучевой нагрузкой на человека. И поэтому делать КТ на всякий случай не стоит. Он получит довольно большую дозу облучения. Это порядка 4-5 миллизиверт в зависимости от аппаратуры. Но это как минимум не полезно. А если он действительно заболеет, и ему придется проводить КТ, а это уже не однократное проведение КТ, но и в совокупности это будет довольно высокая доза, а это уже риск получить онкологическое заболевание в недалеком будущем. Специалисты говорят, что самый точный и надежный признак того, что у пациента коронавирусная инфекция – это ПЦР-реакция, которая берется с помощью обычного мазка из горла или зева. И КТ к диагностике коронавирусной инфекции в этом смысле не имеет никакого отношения.